Я думаю, это вопрос приоритета прежде всего. То есть, если у человека есть цель, он ее достигнет. Если он считает важным чтение, он будет читать. Но я, например, нахожу время часто в поездках. Для меня это одно из благословенных времени, когда куда-то уезжаешь или даже уезжаешь на день, на час. Вот поехал в поликлинику, сидишь в очереди, можно почитать книгу. Конечно, лучше для этого какие-то более продолжительные промежутки времени. Но я бы отметил, что важнее не то, сколько мы прочитаем. У нас нет такой цели прочитать все. Сейчас слишком много богословской литературы, хорошей литературы. Вот поэтому лучше прочитать меньше книг, но хорошо прочитать. Читать медленно, внимательно. Я, например, читаю всегда с карандашом. Я отмечаю какие-то особые моменты, которые меня впечатлили. Я записываю на листочке свои мысли. Затем, когда я прочитал книгу, я возвращаюсь к ней. Я опять перечитываю какие-то места. Что-то я копирую, что-то я могу сканировать, что-то я могу оставить или внести в свой список планы, чтобы прочитать или просмотреть позже. Вот поэтому это очень важный момент. Читать немного, но медленно, внимательно и так серьезно. Ну и учитывая то, что у нас времени мало, все-таки хорошо советоваться перед тем, как читать с опытными читателями. Стоит ли это читать? Стоит ли это читать? Нужно ли тратить на это время? Я думаю, студенты могут найти много времени, если откажутся от того, что не назидает. То есть есть много видов деятельности, на что мы тратим времени, нам это не нужно. Скажем, просмотр новостей по интернету, просмотр телевизора, чтение вот таких легковесных газет и журналов. Мы слишком много тратим на это времени. Если мы откажемся от такой ненужной деятельности, мы сэкономим очень много времени для хорошей литературы. Ну и что бы хотелось еще посоветовать, чтобы мы не забыли, потому что сейчас так много книг на любую тему, по бог слову, интересные книги, полезные, чтобы мы не забывали читать Библию. Вот при всем том, что так много книг, чтобы у нас был приоритет. В первую очередь мы читаем Библию систематически, постоянно, молитвенно. Вот я бы хотел даже оставить совет, чтобы можно было о нас сказать, как когда-то Спержин сказал о Буньяне. Прочтите любое его произведение и вам покажется, что вы прочитали саму Библию. Он не может не говорить так, что сама сущность Библии исходит из него. И он продолжает укалить его где хотите и вы обнаружите, что его кровь библейская, сама сущность Библии течет из него. Вот хотелось бы, чтобы мы прежде всего насыщали себя Библией, чтобы вот наш кровопоток, вся наша сущность пропиталась Словом Божьим.